Собираются, все говорят очень умные вещи, потом мне, как правило, чем не заканчиваются. Поэтому я каждый раз стараюсь так на мое будущее посмотреть, просто и сказать мало, и вдруг как-то отразится, да, себе число. Два аргумента, собственно говоря, почему надо в средствах массовой информации делать что-то с Яндекс.Новостями. Подделать что-то я имею в виду, конечно, может быть, обратиться в Яндекс.Новости или как-то, ну, не знаю, спеть какие-то переговоры с Яндекс.Новостями. Первая проблема, на самом деле, самая простая. Я говорю, это копипаст. Вы можете открыть любое сообщение в Яндексе или просто сравнение, взял на самом деле. Все, одно сообщение в блоге, потом пошло 30 сообщений. Ничего нового в каждом из этих 30 сообщений нет. Это все копипаст. Полный и совершенный копипаст. Там нет ни комментариев, там нет ни уточнений, там вообще нет ничего там. Вопрос, зачем нам тогда в системе Яндекс.Новости видеть несчастный копипаст, если мы можем там видеть, ну, к примеру, обращение того же самого пострадавшего в блоге. Или, к примеру, был у нас падение самолета, соживаясь в Татарстане. В Татарстане, кстати, одна из самых лучших прислушку правительства и МВД. Благодарите мне, посмотрите на сайте, выкладываю сразу все. Видео, фото, сообщения и так далее. То же самое. Зачем мне смотреть перепечатки новости с сайта правительства Татарстана? Вместо этого там годом 50 сообщений тоже в Татарстане. Добро привести конкретный пример. У меня есть друзья в городе Ревда, в Урале. У них там есть свои газеты, свои маленькие электронные СМИ. Я уже не помню, что за ЧП у них там произошло два года назад. Писали все. Все сделали многотысячную, многотысячный трафик на каком-то несчастном ЧП в городе Ревда. Кто-то получил 100 тысяч, кто-то 50 тысяч. Вопрос, знаете, сколько получила местная СМИ, которая являлась первым источником этой информации? Полторы тысячи посетителей. Вопрос, ребята, зачем? Вы, как вы понимаете, система электронных сносов построена так, что наверх выйдут средства массовой информации, давно существующие на рынке. Это здорово, это значит, что они могут испортиться. Средства массовой информации, у которых там птиц выше. Ну, здорово, понятно, да, они, наверное, когда-то там что-то делали. Вообще непонятно, какие средства массовой информации. Средства массовой информации, у которых сидит хороший копипастер, который все это переписывает, хороший рерайтер. Да, здорово, 300 тысяч рублей в месяц, но вообще и первые рерайтеры вся новость. Замечательно. Первая проблема – копипастер. Дальше. Вторая причина, на самом деле, уже обозначенная мной чуть выше. Если помните Республику Шкит, там был один зло, был такой старший горбушкой, младших тоже не обидел. На самом деле, младших, конечно, обижают. Потому что сейчас, чтобы попасть в Яндекс.Новости, вы должны пройти достаточно жесткий отбор, там смотрят новости за несколько месяцев. Очень жестко относятся к копипасту и требуют все время какие-то эксклюзивные новости. В реале, конечно, опять же, выиграют какие-то гиганты нашего интернет-рынка СМИ, которые давно на нем существуют, обладают большим кислом, но которые, по-своему, дело ничего нового-то не переносят. Они точно так же копипастер. Вот этот принскрин сделал вчера. Одну из уважаемых российских СМИ можете посмотреть. Первый источник информации – трафик новости Яндекса. 483 тысячи пустителей. Догадайся, какой это СМИ. Это очень мною любимое – Реа Новости. Я вот каждый раз его так просто поддерживаю. В Реа Новости в день примерно полтора миллиона посетителей. И что мы видим? У них 35% трафика. Откуда? С Яндекс.Новостей. Ну, представьте, ребята, если завтра Яндекс.Новостей не будет. Но не будет. Вообще. Естественно, рухнут рекламные доходы у большинства интернет-СМИ. Потому что мы уже так научились хорошо писать под Яндекс.Новости. Мы так хорошо попадаем в сюжеты. Но, с другой стороны, мы сможем избавиться от копипастера. Может, следующее число? Вот, в моем понимании, Яндекс.Новости, при всем моем уважении к этой системе, напоминает только одну структуру. Вы видите такую фотографию. Потому что все, кто старше и все, кто больше, получают все больше трафика от банального копипастера каких-то младших собратьев, которые, на самом деле, ничего не получают. Давайте дальше. Ну, я пытался слезное письмо написать в Яндекс.Новости. Ну, потом, думаете, это не надо как-то публиковать. Что мы делаем в такой ситуации? Вообще, конечно, на мой взгляд, региональные средства массовой информации, новые средства массовой информации, которые занимаются какими-то эксклюзивными мастерами, но вообще-то по-хорошему должны обратиться в Яндекс.Новости с каким-то предложением по крайней мере модернизировать эту систему. Почему? В Яндекс.Новостях, к примеру, вы в самом низу увидите только комментарии. Я понимаю, что одно дело переписать сообщение про упавший самолет. Другое дело, ну, ребята, имейте свойство, пусть как-то там давить это комментарии, получить свежие фотографии и так далее. А нынешняя система Яндекса, она, к сожалению, практически не побуждает журналистов куда-то звонить, куда-то ходить. У нас Следственный комитет в день публикует около 20 сообщений. Зачем ходить в Следственный комитет, получать какие-то подробности? Мы так уже все написали, спасибо. Все фотографии Следственного комитета, они выкладывают. Марков сейчас, наверное, даже видео выкладывают вам в Следственном комитете. Вообще ничего делать не надо. Просто, как вы знаете, полна такая. Не хочется с ним, как бы тупость, но что-то в этом есть. Поэтому, конечно, нужно попросить, во-первых, о введении нормальной системы комментариев. Выведение все-таки в топ, наверное, первых источников информации. Есть очень много уважаемых СМИ с большим птицем и так далее, но, ребята, они не привносят туда ничего риминального. Почему о пятом месте Дина Шарикова из Татарстана мы должны считать только на каких-то там СМИ, которые уже изначально имеют большой птиц? Они что, лучше всех это написали? Вот я, честно говоря, не видел. Есть гораздо много, достаточно большое количество профильных СМИ, которые пишут о культуре. Поверьте мне, они пишут лучше, чем не гиганты нашего интернет-рента. Поэтому я решу. Возникает такой очень сложный вопрос, на самом деле. А что сейчас делать, если вы даже компанию системы Яндекс.Новости и попытаетесь как-то там выйти с новым интернет-ресурсом на рынок средств массовой информации? Практически всегда у нового СМИ начинается тоже болезнь кипипаста. Потому что вы выходите, пишете эксклюзивные новости, а их никто не читает. А если вы в Яндекс.Новости так, то вы прекрасно понимаете, что написать, на момент предложения упавших самолетов, принесет трафика выше, чем работа вашего корреспондента за день. В такой ситуации, на самом деле, это просто мой такой посыл в будущее. Ребята, не поддавайтесь на какие-то общие федеральные новости и общие федеральные тренды. Наверное, писать все-таки обо всем не надо. Это глупо, потому что вы все равно никогда не победите ни ЯНовости, ни РПК. Поверьте мне, там число сотрудников числается сотнями и тысячами. Сделать какое-то новое СМИ, нанять 20 человек, мы их никогда не перегрузите. Поэтому мой сайт достаточно простой. Делайте узкопрофильные сайты, и делайте их шаблонно, и делайте их много. Можно следующий склад, такой практически финальный. Это на самом деле как вообразит сайта для водопроводчика. То есть я сделал вот такой шаблон. Я думаю, что среднестатистического водопроводчика, при своем уважении к этому профессию, но это люди заняты, они вряд ли будут читать больше трех новостей в день. Все, ребята, сделайте ему сайт с тремя новостями в день. Не нужно ему больше ничего. Три новости ему достаточно. Делайте такие же сайты, я не знаю, для швей, для водителей маршруток. Их тоже на самом деле многотысячная аудитория в нашем городе. Я их водитель маршруток, я говорю, что тысяч пять. Сделали сайт, потратили их полтора часа за тут пять тысяч, заливаю аудиторию каждый день. Правильно, здорово, замечательно. В водопроводчиках я думаю, еще больше. Используйте для них нормальные заголовки, правдивые. Я такой сторонник как бы трех главных новостей, пробегал на предыдущем ресурсе, которым занимался. И в принципе это работает. Три новости человеку достаточно. Если вы посмотрите на любой нормальный сайт, зайдите в счетчик и посмотрите глубину просмотра. Как правило, даже на основных петербургских сайтах, я его сейчас пальцем не буду показывать, они там есть партнеры, чтобы не обижались, вот эта синяя бумажка, которая есть в программе, а все там тоже такие посплошные. Средняя глубина просмотра там составляет примерно полтора-два. Это люди приходят с Яндекс.Монстей, смотрят, там в лучшем случае фотогалерею, и зрительные изображения отваливают, потому что больше ничего не интересного. Поэтому, еще раз говорю, делать профи в сайте рассчитываем на чертах влияния. Следующий слайд. Вот такой замечательный. Всем спасибо большое. Отклон мой вам. Спасибо.